Сегодня в Подмосковье на мемориальном военном кладбище захоронены останки генерала Фёдора Костенко. Его войска летом 41-го оказали ожесточённое сопротивление врагу. Гитлеровцы не смогли быстро продвинуться по территории Украины. А в декабре наступление под Ельцом и разгром нескольких немецких дивизий ускорили победу в битве под Москвой. Залпы и почётный караул. Спустя 76 лет прощания какое и подобает генералу. Всё это время Фёдора Костенко, командующего Юго-Западным фронтом, в 41-м и 42-м году считали пропавшим без вести. Только два года назад под Харьковом украинские поисковики обнаружили захоронение советских воинов. Один по остаткам одежды явно принадлежал высшему командному составу. При нём же клочок документа с одной только фамилией – Костенко. Захоронение находится на территории другого государства. Были определённые трудности в этом вопросе. Но вместе с тем, совместно с поисковиками Украины, России, нам удалось. Останки были перевезены в Ростов-на-Дону. Настоящее расследование длилось полтора года. Архивы, согласования, многомесячные лабораторные исследования. Буквально чудом удалось найти внучку. Она работает в российском посольстве в Венгрии. У неё очень редкое отчество, Будемировна. В 25-м году у Костенко родилась тройня. И вот они назвали, исходя из словочетания, «Будет мир, радость и любовь». Получилось, сын Будемир, рада и любовь. В семье Тамары Будемировны фотоальбом с фотографиями деда – настоящая реликвия. Разглядывая эти снимки с самого детства, она хотела узнать, что с ним стало. Приехав в Россию, прошла тест ДНК. И он дал положительный результат. Когда уже обнаружили это всё, было в это очень сложно поверить. Конечно, очень волнительно. Ноги трясутся, руки трясутся. Я когда встречала его на Чикаловском, у меня истерика, например, была. Я не знаю, почему. Я не знаю, почему. Мне кажется, он меня слышит. Генерал-лейтенант Фёдор Костенко в мае 42-го года попал в кольцо врага. Это была печально известная Харьковская операция, когда советская армия потеряла около 300 тысяч человек. О пропавшем в этом котле без вести генерале Костенко в своих мемуарах с грустью вспоминал Георгий Жуков. Маршал ценил его за огромный военный опыт. Фёдор Костенко участвовал в трёх войнах. В 19 лет Первая мировая, потом Гражданская. Он был одним из первых легендарных конармейцев. В Великую Отечественную он участвовал в обороне Киева и возглавлял группу войск в Елецкой наступательной операции. Результатом того наступления стал разгром нескольких вражеских дивизий и освобождение сотен населённых пунктов. Генерал-лейтенант Фёдор Костенко похоронен на федеральном военном мемориальном кладбище среди тех, кто так же, как и он, отдали свои жизни за Отечество. Пётр Дерягин, Ольга Коваленко, Кирилл Кушнев, Денис Овчаров, Первый канал.